В юбилее Кировского трамвайного депо ему исполнилось 70 лет. Елена Гранкина отмечает свой. Не такой солидный, но для нее очень значимый. Женщина работает здесь уже 20 лет. Свой профессионализм регулярно демонстрирует не только на линии, но и в конкурсах. В прошлом году Елена была признана профессионалом года, как лучший водитель трамвая города Самара. А водить я вообще с детства мечтала. Вождение машин. Ну и мне дедушка увидел объявление. Приглашают на курсы водителей трамвая. Ну и я пошла учиться. Выучилась. Вот работаю. Уже 20 лет работаю. Девушка очень даже трудолюбивая, действительно исполнительная и аккуратная в своей работе. Отдает полностью свою душу этой работе в трамвайном депо. Строительство Кировского трамвайного депо началось в 40-х годах. А в годы войны это был самый удобный вид транспорта для заводчан. Началось все с 5 километров пути от соцгородка до заводов. А уже в мае 44-го маршрут увеличился в 4 раза. Трамвайное депо эксплуатировало 250 вагонов. Это первое депо, которое было открыто во время Великой Отечественной войны, когда в Куйбышев были срочно эвакуированы военно-стратегические объекты, фабрики. И тогда был построен, придуман проект. Он даже был подготовлен о строительстве новых трамвайных линий, станций. В честь праздника лучшим сотрудникам Кировского трамвайного депо вручили грамоты и денежные премии. Валерия Квасневская, Максим Гусев. События.